На самом деле в Синьцзяне я еще только сутки, 24 часа, но впечатление удивительное, впечатление очень хорошее. Я в Китае уже пятый раз, но была на юге Китая, я была в Кикине, в Шанхае, на Индекине, в провинции Цзяньсу, вот сейчас я в Румчин. Очень здорово, что такая большая страна так хорошо развивается, причем развиваются все регионы, не только вот юг, но теперь все чистый город, улыбающиеся люди, город, в котором живут, как мне вам показали, очень много национальностей, которые могут свободно говорить то, что они хотят, верить в то, что они хотят, верить в свою культуру. Это в принципе то, о чем всегда говорит Китай, о том, что нужно думать о человеке, о том, что нужно уважать его, развивать его, все его способности. Само понятие гуманомики и сами правила развития Китая, они просто демонстрируют всему миру, что быть должно в основе. Но на самом деле Китай доказал всему миру, как и Беларусь, короче, тоже доказала всему миру, о том, что если во главе у вас стоит человек, и если ты думаешь о его развитии, то все будет замечательно. Вот это то, что я сейчас наблюдаю в Румчинке. В очередной раз скажу, что очень правильно была поставлена проблематика, что мы говорим об искусственном интеллекте. И она очень правильно поставлена Китаем, как страной, которая показывает прогрессивные технологии, одни из лучших в мире технологий. И, наверное, Китай как никто другой понимает не только все особенности, все плюсы, которые дает искусственный интеллект. Хорошо говорили здесь спикеры о том, что если нет настоящего интеллекта, то искусственный не поможет.